Всем привет, с вами Falfare. Я тут вдоволь покатался на штурмтигре, честно сказать не ожидал, что сегодня его выдадут, поэтому немного задержался с обзором, и еще я долго не мог оторваться от его геймплея. Серьезно, я зашел в игру и не заметил, как уже сыграл 20 боев. Все же азарт сделать фраг с крупного калибра перекрывает все недостатки штурмтигра, а их, поверьте, немало. Хочется начать с того, что это премиумная техника. Прокачать с помощью него ветку, конечно, будет тяжко, потому что много фрагов с него не сделаешь. Повезет, если вы хотя бы в кого-нибудь попадете. Баллистика ужасная. Если вы когда-нибудь играли на центуре не овред, то это примерно то же самое. Однако, из-за малой скорости полета ракеты, можно работать по танкам закрытых позиций. То есть, вы находите такую точку, где ваш корпус будет частично или полностью скрыт за укрытием, наводитесь биноклем, замираете дистанцию и запускаете фугасную ракету прямиком ничего не подозревающего противника. У штурмтигра имеется дальномер. Он позволяет быстро замерить дистанцию до цели, но есть три проблемы. Во-первых, дальномер имеет погрешность. Во-вторых, сама ракета не всегда летит ровно в цель. Ну и в-третьих, вам потребуется прицел с разметками по 100 метров. Стандартный ограничен дистанцию 1200 метров, и каждая риска идет по 200 метров, а это неудобно. В War Thunder порой попадаются карты, где дистанция до противника может достигать двух или даже трех километров, и штурмтигра мог бы попасть на такую большую дистанцию. Вопрос только в точности замера, поиске покаятищего прицела и в удачной траектории. К тому же противник не должен двигаться. В настоящей цели намного легче попасть, особенно когда у вас нет времени на пристрелку. Перезарядка в лучшем случае будет идти 40 секунд. Это одна из причин, почему мы не можем штурмить в первых рядах. На большом расстоянии меньше шанс получить ответку. Броня у штурмтигра есть, но в ней очень много уязвимых мест. Вот, к примеру, лобовая бронеплита рубки. Добить ее можно только кумулятивами или подкалиберными снарядами. Но у штурмтигра прекрасно выделяется 380 мм реактивный бомбомет, внутри которого хорошо видно ракету. Она достаточно большая в диаметре, поэтому в нее легко попасть. Пробить не составит труда. Это можно сделать даже пулеметом винтовочного калибра. При попадании снаряда в ракету произойдет детонация боекомплекта, а стреляя туда пулеметом можно сбить перезарядку. Также уязвим пулемет, установленный в шаровой установке. Туда тоже отлично залетают снаряды. При попадании в НЛД есть шанс, что трансмиссия возьмет все осколки на себя. Но зачастую враги стреляли чуть выше и просто подрывали мне боекомплект. Потому что броня у НЛД уже не 150 мм, а 100 мм. И ее уже пробивают все пушки на баеры 6.3, где и расположен наш штурмтигр. А вот борт и корма практически не защищены. 80 и местами даже 60 мм прошиваются даже обычной 3.4. Боекомплект как раз находится по борту. Можно конечно не брать в бой все 14 снарядов, а загружать только 4 к примеру, но этого все равно достаточно для подрыва боекомплекта. Так что танковать на штурмтигре особо не получится. Кстати, улитки почему-то не внесли в домок модель визоры. Они просто идут одним слоем с бронеплитой. Еще одним серьезным аргументом к тактике стрельбы закрытых позиций выступает подвижность. Штурмтигр очень медленно разворачивается. И при резком появлении противника с фланга мы просто не успеваем на него навестись. Только если откидать дымы и попытаться уехать. Из-за этого я часто выбирал позиции, где находился недалеко хотя бы один союзный танк. Что насчет УВНов, то бомбомет отлично поднимается, но увы не опускается. Под себя выстрелить не получится. Но с такой баллистикой я не считаю это какой-то проблемой. В любом случае приходится брать упреждения. Обычно я ставил 200 метров, если приходилось участвовать в танковых атаках. В первое время я именно так и использовал штурмтигр. Ехал со всеми своими танками и пытался выбить страйк. Потому что у нашего снаряда есть плэш, который может забрать сразу несколько противников. Взрывчатки все же 125 килограмм. А это фактически 250 килограммовая бомба. К великому сожалению, у меня не получилось найти рядом двух стоящих танкистов. Но за 20 боев мне удалось прямым попаданием не забрать Т-28. Как говорится, случился типичный Вартандер. Благо это был единичный случай. Остальные выстрелы проходили с последующим взрывом вражеского танка. По итогу, я могу сказать, что штурмтигр это очень фановая машина. Да, она легко выбивается, долго перезаряжается, с неё трудно попасть на большие дистанции. Но когда ты одним попаданием взрываешь тяжёлый танк, тебе хочется выстрелить ещё раз и ещё раз. И так, пока снова не разорвёшь вражеский танк в щепке. Потому что под твоим управлением находится самое мощное наземное орудие в игре. И именно это и перетягивает к боям на штурмтигре. С точки зрения истории, штурмтигр создался для уничтожения укреплений в грецких условиях. Самоходные орудия калибра 105 и 150 мм показали, что для подавления огневых точек этого порой недостаточно. Так что потребовалось создать орудия крупного калибра. Шасси на базе Панцер 4 уже не подходило для этих целей и отныне взяли за основу тяжёлый танк Тигр. Но разработка затянулась по причине негодовности этого самого орудия, специально созданного под проект. Дело скорее всего и не сдвинулось с места, если бы не весной 1943 года не вспомнили про морской бомбомёт ракетам Верфер 61, который ранее был отвергнут флотом. А вот армия наоборот, одобрила. Но так как само изготовление штурмтигров мешало выпуску танков Тигр, их собирали только из пришедших с фронта на капитальный ремонт. Поэтому в сентябре 1944 года собрали всего 10 машин и ещё 8 до конца года. Заряжание одного снаряда занимало около 10 минут. Такова и была скоростерельность этого бомбомёта. На ход войны штурмтигра особого влияния не оказал. Впервые он был применён летом 1944 года, во время восстания в Варшаве. Причём применялся именно прототип. Первые стрельбы показали, что есть некоторые проблемы в точности. Но всё же результаты посчитали удовлетворительными. На Западном фронте штурмтигры участвовали в боях около линии Зигфрида. Даже применялись против танков. Но война близилась к завершению. Немецкие войска отступали, и часто штурмтигры оставались без боекомплекта и топлива. Из-за чего некоторые машины были брошены своим же экипажем. Но большая часть из них была уничтожена. Единичные захваченные самоходки были доставлены США и Великобританию. А на Восточном фронте единственный захваченный штурмтигр сейчас находится в Танковом музее Кубинки. Вот такая история. Подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. И до новых встреч. Пока-пока.